Всем привет! Сегодня готовим вкусный шоколадный пирог. Пирог готовится очень быстро. Сверху можно делать любые заливки. У меня сегодня шоколадная, можно сметаной, отварцерехами. Вкусный, шоколадный, влажный и очень быстро. Обязательно оставайтесь вместе со мной и будем готовить вместе. Итак, для быстрого пирога я буду готовить его на 2 яйца и буду готовить его с какао. Понадобится мука, сахар разрыхлитель и немного растительного масла. Начнем с яиц. Яйца нужно взбить с сахаром. В идеале это надо делать миксером, тогда пышнее всего, такой пористый получается этот пирог. Если миксера нет, делайте венчиком, просто тогда чуть дольше взбивайте. Итак, взбиваем сперва яйца без ничего. Теперь засыпаем сахар и взбиваем минутки-две. Так как это масляный шоколадный бисквит, добавляем сюда растительное масло. Так, и перемешиваем. Теперь просеиваем все сухие продукты. Через сито, муку, разрыхлитель и какао. Какао я взяла 3 столовые ложки. Какао берите вкусное. Такое прям вкуснючее. От вкуса какао будет зависеть вкус всего нашего тортика. Я беру проверенное, чтобы мне нравилось по вкусу. Чтобы было на выходе очень все шоколадное и шоколадное. Итак, все смешиваем. И соединяем с яйцами и сахаром. Значит, к этому времени уже разогрейте духовку на 180 градусов. Чтобы сразу тортик не стоял вот так вот на столе, а сразу отправился в духовку выпекаться. Силиконовой лопаточкой перемешиваем. Можно перемешивать все миксером. Но силиконовой лопаточкой все будет такое пушистое, пышное. Вместо растительного масла можно использовать сливочное. Но сливочное более тяжелое. Мне больше нравится с растительным. Все тесто получается такое похожее на кексовое. Я беру формочку 18 сантиметром в диаметре. Устилаю дно и бока пергаментом. Сюда перекладываю тесто. Распределяю. И отправляем выпекаться приблизительно на 20-25 минут. Все зависит от духовки. Смотрите, чтобы не подгорало. Поднимется и проверьте деревянной палочкой, чтобы не было мокрого теста. Достали из духовки и снимаем форму, чтобы пирог быстрее остыл. Пергамент с боков снимаем тоже. И даем пирогу немножко остыть. Пирог слегка остыл. Он такой, еле тепный. Теперь, что я делаю? Я беру нутеллу. Можно, конечно, взять просто молочную или черную шоколадку. Растопить и смазать. Но у меня есть 2 ложки нутеллы, так сказать, остатки. И я вот решила сделать такой легкий пирог с нутеллой. Значит, смотрите, пирог у меня поднялся шапочкой. Я вот так вот смажу и закрою его. Если есть сметанка, помажьте сметаной. Очень вкусен этот пирог с орехами. Поэтому сверху я буду посыпать орехами. Чем бы вы не смазывали верх, сметаной, шоколадкой, нутеллой. Сверху посыпьте орешками. Сверху я присылаю грецкими дроблеными орехами. И давайте делать чай и пробовать, что вышло. Итак, что получилось у нас внутри. Давайте разрежем. Пирог получается очень мягкий. На формочку 20... Ой, на формочку у меня было 18 сантиметров. Но больше, чем 20 не берите. Будет низковат. А так, посмотрите, просто волшебство. Он влажный, такой, знаете, маслянистый. Текстура теста похожа на красный бархат. Очень вкусная, шоколадная. Ну, в общем, пробуем. Пробуем, что же у нас вышло. Он уже немножко остыл. Может быть, совсем еле-еле теплый. Если будете намазывать горячий пирог, сметаной шоколад потечет. Так, попробуем. Значит так. Этот пирог внутри похож как на красный бархат. Очень похож. Такой же мягкий, пористый, вкусный. Это такие пироги, которые можно без кремов кушать вместе с чаем. Попробуйте. Я вам реально рекомендую. Он получается небольшой. Ну, как раз на завтрак, на выходные всей семье. Ну, и шоколадом. Кофейку на утро. Еще есть у меня очень вкусный пирог. Называется пирог на раз-два-три. Тоже оставлю ссылку. Посмотрите, какой вам понравится больше. Какой приглянется. Такой и приготовьте. И еще раз мы сегодня заговорили за красный бархат. Приготовьте торт. Красный бархат. Я давно не готовила этот торт. Нужно приготовить. Он очень вкусный. С чизом. Такие мягкие, вкусные коржи. Ну, в общем, порадуйте любимых на выходные. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И жду комменты и отзывы на вкусняшки. Всего я люблю. Бывает и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.